Ах да, привет, дружочки-пирожочки, с вами снова Хэллоис, недо-аниматор, недо-художник, недо-чёртик, кто ещё. И я буду сегодня с вами обозревать один такой популярный канал, точнее одно видео на этом популярном канале, которое стало популярнее так давно, но набрало уже много любителей, просмотров и так далее. В общем, вот, как всегда, реакция на веб-анимацию, на нашу любимую веб-анимацию, будь бы она проклята уже просто, и провалилась куда-нибудь, ааа, аа, вот. Нет, я её очень люблю, очень люблю. Веб-анимация – это моя жизнь. И мы с вами сегодня будем смотреть такой канал художницы Ханна Дейгл. Наверное, вы уже догадываетесь, какое видео будет у нас сегодня. Вот он её канал, подписывайтесь все на неё. Моя подпись уже стоит. У неё примерно 400 тысяч подписчиков, и она делает короткометражки про милого чёртика, который называется «Сатина». Вот. Мне многие говорили про этот мультфильм, и что мне надо его посмотреть. Я о нём знаю. Я знаю, что он популярен. Я примерно знаю, о чём там. Но, как обычно, так же, как и с «Курьером». Я знаю о нём косвенно, но смотреть придётся мне сейчас в первый раз вместе с вами. Вот. Разделите со мной этот первый просмотр. Мой первый раз. Умоляю вас. Надеюсь, вам понравится так же, как и мне. Мы посмотрим первый эпизод, и потом, может, посмотрим вот эту недавнюю короткометражку, минутную, которая вышла. Вот. Первый эпизод «Сатины». Мы будем смотреть его с русскими субтитрами, и я буду вам озвучивать субтитры, если вы хотите. Если вам будет так удобно. Так, скамхаус студиус. «Приведи дочь демона на работу». Так, подожди, а почему у нас стоит ускорение в два раза? Я не понимаю. Секунду. Милая заставочка, милый артик. «Хейзл Холлоу». Пока что нам просто показывают городок. Городок нарисован тоже так минималистично, в стиле каких-то мультиков детских. Все такое, трансформированные, торчащие углы, странные формы. И тут у нас какое-то страшное апартаменты. Спит мужик в труханах семейных. «Семь-ноль-шесть утра». Что же с ним будет? Знаете, с чем у меня ассоциируется этот звук? Если вы зайдете сейчас на мой канал, где я делаю свой мультик, и откроете опенинг, он начинается с такого же звука. Прямо точно с такого же. Немножко отдает. Что-то произошло с будильником. Разверзлись врата ада. Ой, господи, вот эта вот морда внизу, которая с таким рутом. Это просто жаль, какая-то жуть. Интересно. Что за... Спашек мужик. А-а-а! Отвали! Ой, какая-то ворюга-то. Ай, интересно-то как. Ха-ха-ха-ха-ха. Злобный демон. Динамично так санимировано. Посмотрите, прям много всего происходит. Много деталей какие-то. Кручения, движения. Дизайн чертиков пугающий. Восстает. Демониха. Дейв. Кричит она. Привет, Люция. Люция это типа Люцифер женского рода, я так понимаю. Бэдбэкс. Привет, папочка. Не говори мне, что ты забыл, что это за день. Что? Денеца! 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 Кричит. Надо чуть потише сделать. Демониция. Подождите, он как-то с этой Люцией. Как? Она же больше него в 10 раз. Это загадка, как с ослом и драконом из Шрека, наверное. Ладно. Мы не будем задавать лишних вопросов. Это личное дело каждого. Стоп, это сегодня? Множество напоминаний, да? Да, это сегодня! Я знаю, что не должна ожидать многого от твоего жалкого человеческого мозга, но все же. Яйца. Дейв. Нет, да, совершенно забыл. Хороший ответственный папа прямо здесь. Дейв, не запари это. О, хей, можешь ли ты не делать портал в дом? Соседи жаловались на демонические звуки. Привет, милая. С днем отца, папочка! Я приготовила тебе подарок! Папа. Просто папа лучший подарок. Да уж. Это точно. Так что мы будем делать в наш особенный день? Может, пойдем в парк? О, я хочу мороженое! На самом деле, милая, папочка должен работать сегодня. У нас были проблемы с сервером всю неделю. Я смогу увидеть, где ты работаешь! В действительности, я думала, может, вызвать няню. О, ну не обижайте эту милаху. Посмотрите, это же милая, гиперактивная главная героиня из любого мультика, которую откроешь. Ну, как их можно обижать? Они же так хотят с вами отправиться в любой карнавал, в любой ад, куда угодно, где будет побольше действий и милитешения на экране. Но ведь мамочка сказала, мы будем тусоваться сегодня. Знаю. Видишь ли, я люблю тебя, и я бы взял тебя, но ты можешь быть немного гиперактивной для офиса. О! Мужик говорит то, что я говорю. Правильно. Она уже сожрала его рыбку. Почему она такая маленькая? Если у нее мама вот такая, почему она сама вот такая? Дэйв, младший. Пожалуйста, я хочу увидеть, как ты работаешь. Мама показывала, где она работает. Мамочка, королева ада, дорогая. Поверь мне, IT-департамент не будет и близко так крут. Как? Как они сошлись, мне интересно. Это круто для меня. О, Всевышний, помоги мне. Отлично, пошли. Да! Распорол его рубашку. Здорово! Превосходно! О, боги, что мы будем делать? Я без понятия, может ли Тина контролировать свои силы? Если я отвлекусь хоть на одну секунду, он откроет портал или подожжет кого-то. Стоп, что я говорю? Она не дракон, Дэйв. Будь к ней помягче. Папа, папа, я практиковала свое огненное дыхание. Хочешь взглянуть? Прикольно, как субтитры сделали с такими помехами? Интересно. Сатина, нет! То есть, это рожки и не ушки. Понятно. Сатина, послушай меня, ты не можешь творить всякие демонические штуки в офисе, хорошо? Это значит не дышать огнем, нет порталом, нет проклятием или подобным в этом месте или в любом другом. Она уже все зарисовала пентаграммами. Хорошо. Милаха. На котика похожа какого-то с крылышкой. Дизайн демона прикольный, потому что он создает к нему именно нужное такое милавшеское отношение. Ну, вот и оно. Нормальное, впечатляющее здание. Generic Technology. Пожалуйста, работайте. Это где ты работаешь? Это так круто! Знаю, ты это говоришь просто потому, что тебя впечатляет все, но спасибо. Что это тут все делают? Они отвечают на звонки милые. Всякий раз, когда у человека проблемы с компьютером, он звонит нам и мы решаем их. Так, сейчас посмотрим, рассмотрим. Office так забавно тоже отрисован. Мне нравится, как соблюдается стиль, то есть ровный стиль у всех персонажей. Нету такого, что главные герои отрисованы, а остальное все такое фоновое, некрасивое. Все хорошо отрисованы, например, в одном, в одной рисовке. Вполне милые. Напоминает мне Гарфилда немножечко эта рисовка. Опять же, вот эти все гипер сконфуженные трансформированные фоны под детский мультик смотрятся забавно. Это как терапия, только с компьютерами и отсутствием эмоциональной удовлетворенности, говорит батя у нас. Какая-то тетка прошел злая. А, уверен, много людей пялится на нас. Да в офисе всем все равно, наверное. Так, я вижу очередную сатину, только человеческую. Какого цвета радуга? Короче, все приводят на работу своих детишек и те им мешают. Это похоже на Gravity Falls. Посмотрим, как сатина будет уживаться с человечачьими детишками. О боже, сатина, ты голая! Что значит голая? Ааа, типа она же чертик, у нее ничего нет. Чувак, я думаю, Дэй привел свою собаку на работу. Они даже не поняли, что это человекоподобное существо. Музыка играет, судя по всему, рядом с этим персонажем. Он пролетает и музыка пролетает вместе с ним. Ну, могло выглядеть и хуже. Теперь давай вернемся, пока Дэвид опоздал, растрепанный, неформальная пятница во вторник, как я посмотрю. Понятно, злой начальник. На нем футболка, зачем работать, когда я могу бухать до трех утра? Действительно. О боже, сэр, меня так жаль, эта футболка с иронией, я клянусь. Пьянство это серьезная проблема Америки. где же твоя неиронично утвержденная дресс-кодом рубашка, могу я спросить? О-хо-хо-хо, кто же это? О, это моя дочь, Саатина. Это ее полное имя, моя плоть и кровь. Посмотрите на эту очаровательную мордаху. Просто, да, лучшая мордаха для представления своей дочери. Мне нравится плоти и кровь. Ты пробовал использовать солнцезащитный крем для своего ребенка? Ох, в любом случае поздравляю с малышкой. Я всегда считал тебя одним из тех, кто наиболее вероятно умрет в одиночестве. Но откуда я мог знать? А сейчас возвращайся к работе. Такой типичный чудак на букву М, начальник. Посмотрим, что будет дальше. Это кто? Дэй, приятель, я полный согласен с этой футболкой, бро, пиво за победу. Что он забыл в этом офисе? Я люблю пиво. Могу я вернуть свою рубашку, Тина? Мои знакомые раньше так звали кошку, Тина. О, отлично! Мы будем тусоваться в этой клевой комнате, где темно и никто не осудит, я имею ввиду не побеспокоит нас. Тоже, например, мне кадр из моего мультика. А что насчет того парня? Это какой-то прям такой стереотипичный Сисадвин, который смотрит анимешных девочек-няшечек и не следит за собой. Это просто Мелвин, он приходит на самом деле спать, он не в счет, там крыса сидит, смотрите. Фон похож на какие-то мелки. Что это за маленькие здания? Маленькие люди живут в них? Ой, она милая. Не совсем, это называются серверы. Эта особая архитектура называет клиент серверной моделью, где единое общее вычисление распределено по нескольким процессорам или устройствам, сервер может предоставлять различные функциональные возможности, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Короче, сетине неинтересно. Для обработки запросов клиента. Она все не слушает уже, она нашла провод. Цетина нет, Цетина нет, ты же сломаешь всю серверную. Заметьте, как анимация, она такая называется, я не помню, как называется спрям, но, короче, между статичными кадрами быстрая какая-то пробежка, и потом опять камера сосредотачивается на статичном кадре, чтобы мы могли получше рассмотреть персонажа. Из-за этого нам кажется, что все движения более читаемые, чем если бы была равномерная анимация, чем грешила анимация пилота Хасбина, но об этом мы поговорим потом попозже. Ну, все, Сатина. Сатина? Сатина, куда ты ушла? Иисус, милосердный, все в огне! Сатина, что ты тут натворила? Это был несчастный случай, честно! Как ты? Ох, случайно могла что-то поджечь! Я пока не очень в дыхании огнем! Хорошо разбивать дочерью противопожарные щитки. Так, все потушено. Все разломано. Кажется, кому-то влетит гигантский штраф и увольнение теперь. Я в такой глубокой заднице. Может, я могу помочь? О, не-не-не-не, не надо делать ничего! Я знал, я не должен был приводить тебя сюда! О чем я думал? Это был билет в один конец, до увольнения, с самого начала! Сатина расстроилась. Ну, за что вы так, ребенка? Он же не виноват. Я потеряю свою квартиру, я не могу вернуться жить в мотель. Придется жить в аду и никогда не видеть свет или кого-то, кого я когда-либо любил снова. Может, я просто могу пожить с Люциди вместо родителей? Я не могу. Я смотрю этот мультик и единственное, что меня волнует... Как? Как он и она? Как? Как? Это Дэйв? Дэвид! Я не знаю, что ты там сейчас сделал! Но тебе лучше... Так, все потушено. Все разломано. Кажется, кому-то влетит гигантский штраф и увольнение теперь. Я в такой глубокой заднице. Может, я могу помочь? О, не-не-не-не, не надо делать ни-че-го! Я знал, я не должен был приводить тебя сюда. О чем я думала? Это был билет в один конец, до увольнения, с самого начала! Сатина расстроилась. Ну, за что вы так, ребенка? Он же не виноват. Я потеряю свою квартиру, я не могу вернуться жить в мотель, придется жить в аду и никогда не видеть свет или кого-то, кого я когда-либо любил снова. Может, я просто могу пожить в Селекции вместо родителей? Я не могу. Я смотрю этот мультик, и единственное, что меня волнует... Как? Как он и она? Как? Как? Это Дэйв? Дээвид! Я не знаю, что ты там сейчас сделал! Но тебе лучше подняться в мой офис! Сию же секунду! Конечно, сэр! Что там Сутина задумала? А, вместе с ней в офис? Что с этой музыкой? Это звучит как музыка, которую мы играем в Чистилище. Это смешная шутка, вы знаете, обычно вот в лифтах едешь. Ну, наверное, не знаю, у нас в России такое не часто случается, но обычно лифты вот в играх показывают, в каких-то сериалах все время там играет какая-то такая музыка веселая, нетребовательная такая, развлекающаяся какая-то. Или в супермаркетах она играет. И вот она всегда дико бесит, и они хорошо это обыграли, показав, что эта музыка звучит у них в Чистилище. Очень мне нравится эта шутка. Я человек, объясняющий шутки, да. А что это все его поздравляют? Что происходит? Это розыгрыш? Дэвид, Дэвид, мой мальчик, поздравляю. Не знал, что за технический гений есть в наших руках. Что произошло? Прошу вашего внимания, Дэйв тут перенаправил все наши мощности на один модем. Сатина, смотрите, какая-то счастливая стоит. И заставил работать наши серверы в два раза быстрее. Благодаря ему падения, серверов станут проблемой прошлого. Ты герой, Дэйв. Я люблю тебя, Дэйв. Что? Я не герой. Он такой застенчивый. Послушай, Дэйви. Почему бы тебе не взять в выходной? Давай, ты уже сделал достаточно работы здесь. Уверен, ты хочешь провести этот день со своей милой маленькой дочкой. И все такие просто с завистью смотрят на него. Мне очень нравится вон тот мужик, короче, справа, с длинными кучелявыми волосами. Я не знаю, почему вы можете кидать в меня помидоры, но он мне напоминает Федора Ковикса. Но, сэр, я честно не думаю. То есть, это звучит прекрасно, спасибо, сэр. Ну все, здесь они ничего не натворят, они будут просто мило есть мороженое. Прекрасно. Смотрите, у сатины бирюзовый язычок, такой же бирюзовый, как и мороженое, которое она ест. Это очень милая деталь. Ты, как-то связана с тем, что произошло, не так ли? Да, это было легко починить. Я воспользовалась одним из тех, что не сгорел. Это была ты? Так ты меня слушала? Это так поразительно. Я горжусь тобой. Подождите, как она успела что-то починить? Мы же закончили смотреть сцену на том, как там все горит, и ее увезли в лифте куда-то. Нет? Ладно, это художественное допущение. Но лучше бы они хоть минутку показали, как это произошло, а то немного неверебельно получается. Было так весело на твоей работе. Ты думаешь, я смогу там работать однажды? Ну, я полагаю, поживем увидим. Это была бы забавная серия, демоницу серверной. Но как именно это заставило сервер работать так хорошо? Некромантия! Я практиковалась. трудно вот оно что... Ладно. Эта шутка все-таки работает. Снимаю свои возмущения. Что там произошло с таким Мелвином? ооооой ой-йой бедный мэлвин проснулся и всё ах ты уж садулся на работе что ж это конец сцены после китов нету что сказать Это достаточно милый мультфильм, такой легкий, ни к чему не обязующий, развлекательный мультик, который, ну как сказать, ну то есть это не какой-то там супер эпичный сюжет запутанный, где зрители должны искать пасхалки, там какие-то считывать коды на стенах, но он миленький, он развлекательный, в нем много юмора, причем такого злободневного юмора, особенно для американских обывателей. Стиль рисовки прикольный, анимация классная, плавная, мне нравится, все профессионально выполнено. Ну такая ситкомщик про демона, вполне интересная идея, не скажу, что прям супероригинальная, но интересно, смотреть достаточно приятно, меня этот мультик повеселил, порадовал, не скажу, что я прям буду там ждать его с каким-то вожделением и считать дни до следующей серии, но он милый. И если он мне попадет еще раз, я посмотрю его без проблем, мне это доставит даже удовольствие какое-то. Вот, на этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Есть еще короткометражка про Сатину, думаю, мы посмотрим в следующем ролике, вместе еще с чем-то, потому что она короткая, я не хочу выпускать видео на одну минуту, это не очень будет, понимаете сами. Вот, и мульт прикольный, пишите, если вам понравилось, пишите, если вам не понравилось, мы, может, будем обозревать и дальше серии, делать на них реакции, подписывайтесь на этот канал с реакциями на разную веб-анимацию, YouTube-анимацию, я не обозреваю мультики с телевизора, только YouTube-веб-анимация, только хардкор, только то, что нарисовано вручную, маленькими студиями, либо одним человеком. И мы будем разбираться в этом глубоком океане веб-анимации. Также вы можете подписаться на мой основной канал, он будет где-то вот здесь сейчас находиться, я там делаю свой мультик, свой веб-мультсериал, Dream of Rene, про сноходцев, которые путешествуют по миру снов и дерутся с кошмарами. Там много всяких интересных сюжетов будет. Я его рисую в одиночку и до девятой серии мышкой, надеюсь, вы оцените, вам понравится. Он, правда, на английском языке, но там есть русские субтитры, и вы их найдете, надеюсь. Вот. Мы с вами встретимся в следующем видео. Пока!